Центр содействия семейному устройству «Наш дом» накануне посетили парламентарии региона. Депутаты осмотрели детские комнаты, группы и другие помещения, в которых свой досуг проводят воспитанники учреждения. Ирина Никешина расскажет подробнее. На начало года, я вам сразу скажу, было 87 детей, на сегодняшний день 60. Центр содействия семейному устройству – это не только дом для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и временный приют для тех, чья семья попала в сложную жизненную ситуацию. Мы принимаем детей, мы помогаем им решать какие-то вопросы у нас, наши специалисты, то есть вплоть до того, что помогаем, там где-то труду устроиться на работу ищем, помогаем там, то есть они на период лечения, прохождения лечения в ручье. Вы работаете, ну скажем так, с теми неблаговолочными семьями и пытаетесь детей вернуть в их родные семьи. Это ваша главная задача. По группам возрастов, тех, которые там выпускаются, вы сопровождаете. И самое главное, я полагаю, что если трудоустройством, даже в соцзащите работаете, то есть у вас функции свои расширяете. Это очень хорошо. По словам исполняющей обязанности директора Ольги Ваучейской, учреждение полностью обеспечено кадрами. Ну, большой типочки нет. Единственное, конечно, в начале были трудности, когда пришлось работать с подростками, с трудными порой подростками. Поэтому кто-то не смог, не осилил, поэтому тут сложно... Элементы трудового воспитания есть у нас? Конечно. Очень любят готовить. То есть мы из полуфабрикатов, и мы предоставляем полностью возможность. Они очень любят. То есть в субботу-воскресенье у нас обязательно выпечка, салатики. Ну, хорошо. В рамках рабочего визита в Центр содействия семейному устройству «Наш дом» парламентарии осмотрели игровые комнаты, столовую и спальню. Здесь в текущем году был проведен ремонт и обновлена мебель. В планах руководства учреждения – приобретение нового спортивного инвентаря. По словам спикера окружного собрания депутатов Александра Лутовинова, сейчас идёт работа над бюджетом, поэтому очень важно учесть потребности учреждений.